Здравствуйте! В эфире новости. Корреспонденты Первого Карагандинского и Ягуль Нуржакен расскажем вам о главных событиях этого дня. Как грамотно выбивать показания? День семьи, общий государственный праздник. Собачьи забеги по Шахтинску. Выбивая из молодого человека признательные показания, полицейские сломали ему два шейных позвонка и вырвали ноготь на руке. А потом заявили матери подозреваемого, что произошло недоразумение. Еще два года назад Николай Синявин работал и жил в Астане. Но в 2012 году с молодым мужчиной произошел несчастный случай. Николая сбила машина. Врачи констатировали у пострадавшего перелом позвоночника. В постели он пролежал без движения 8 месяцев. Парень почти стал инвалидом. Когда Николай пошел на поправку, он переехал в поселок к родителям и стал заниматься домашними делами. Ранее Николай Синявин неоднократно был судим за разбой, грабеж и хулиганство. После встречи с полицейскими молодой человек всего лишь из-за подозрения в якобы совершенном им грабеже сейчас передвигается с помощью костылей. Судя по всему, полицейские из Нуринского района решили, что Синявин виноват, так как раньше имел проблемы с законом. В тот день, как всегда, родители вместе с младшим сыном уехали в Астану. В доме остался только Николай. Он находился во дворе, когда к дому подошел знакомый. Он попросил добросить его до урожайного за 400 тенге, но Николай отказался. После этого мужчина оставил два пакета и ушел. За ними через некоторое время пришли двое мальчишек, 10-12 лет. В пакете были два игрушечных камаза. На следующий день, когда Николай сидел дома, к воротам подъехала Нива. Из нее вышли трое полицейских. Участковый инспектор села Ахмед Аулы, участковый инспектор села Урожайное и оперуполномоченный криминальной полиции ОВД Нуринского района. Оказалось, тот самый, кто накануне оставил два пакета у дома Синявиных, написал на Николая заявление, обвинив его в грабеже. По словам заявителя, тот напал на него, отобрав 25 тысяч тенге и два игрушечных камаза. Полицейские оперативно отреагировали на данное сообщение, сразу взяв подозреваемого в оборот. Затем полицейские отвезли его в здание Акимата, где располагается опорный пункт. А домой Николая привезли избитого и в умат пьяного. У него было много ссадин, перелом шейных позвонков и оторван ноготь на руке. Сына вернули родителям со словами, что вышло недоразумение. Он напился и несколько раз падал, ответили стражи порядка. Тем самым объяснили, почему Николай весь в синяках и ссадинах. Прокуратурой района возбуждено уголовное дело. Вот так бывает. А ведь Николай после перелома позвоночника уже пошел на поправку. Снова начал ходить. Весь дом держался на нем. Теперь после такого недоразумения неизвестно, сколько ему придется снова быть прикованным к постели. Лариса Хусейнова, Бахтия Роспанов, 1-й Карагандинский. В гостиничном комплексе «До Старо Лем» состоялось открытие первой международной конференции по новому проекту «Даггер Сол». Предполагается, что он позволит более успешно развиваться малому и среднему бизнесу. На конференции под названием «Инновационная система, продвижение продукта и интеграция малого и среднего бизнеса в международный фондовый рынок» были раскрыты следующие темы. Что такое акции, международная фондовая биржа, инвестирование, инновационные технологии по эффективному продвижению продукта? Новый проект расширяет перспективы развития бизнеса. И мы сегодня собрались здесь, в городе Караганда, чтобы представить проект, идея которого родилась в этом городе. Проект называется «Даггер Сол». В двух словах о проекте. Это проект революционный в интернет-сфере IT-технологий. Новый IT-проект намного глубже, чем поисковики и социальные сети. Он дает возможность вернуть часть денег от рекламодателя пользователю. Брюкзат Аликайдаров, Кайрат Рашитов, Бахтяр Аспанов, Первый Карагандинский. «Мы – будущее Казахстана» – по таким названиям прошел второй городской форум молодых семей, приуроченный к празднованию Дня Семьи. Свидетелями праздничной церемонии стали и наши журналисты. Молодой, но уже примерный семьянин Кайржан Жакипов с супругой познакомился еще в студенческие годы. Вот уже 8 лет молодая семья живет рука об руку. Счастливый, строит планы на будущее. Самое главное в семейной жизни – это взаимопонимание. Так считает участник конкурса Кайржан Жакипов. «Мы все одна большая дружная семья. Супруга моим родителям как родная дочка. В доме всегда изобилие, взаимопонимание и любовь. Все так воспитаны. Для нас нет ничего лучше семейных ценностей». В городском конкурсе участвовали около 30 карагандинских семей. Все они сплоченные и дружные команды. Молодые супруги показывали, какой должна быть современная мама, какой должна быть роль мужчины в семье. Конкурсанты обменивались опытом и делились мнениями о том, какая должна быть настоящая образцовая семья. «Мама должна быть на мобиле. Она должна воспитать везде, во всем, быть всегда первой. Я как педагогу от современной мотивы не смотрю, не стала смотреть, потому что дети, они его цветут. Мы должны быть на одной волне». Один из главных принципов семейной жизни – это доверие друг другу и терпение. Мужчина – глава семьи. Но все решения в семье должны приниматься по обоюдному согласию. Так считает Ирина Любарская. «Мужчина в доме, ему очень тяжело, потому что где-то мы своим невниманием, либо требованием хотим то, хотим это. Мужчина все хочет дать, но не все возможно. Поэтому должно быть терпение, взаимоуважение и желание. И от вот этих составляющих будет зависеть успех вашей семьи». К сожалению, с каждым годом в обществе растет число разводов. Тем самым увеличивается рост детей-сирот. По словам специалистов, многие молодые семьи ссылаются на то, что не сошлись характерами, не понимая, что в итоге страдают дети. Проведение таких форумов, безусловно, дает положительные результаты в укреплении и сплочении семей. Гульнур Жакен, Айден Жакан, Бахтиар Успанов, 1-й Каргандинский. Аким области Нурмухамбет Абдебеков побывал с рабочей поездкой в Асакаровском районе и ознакомился с ходом уборочной кампании в этом регионе. Глава области посетил ТО «Янбек-95», где реализуется инвестиционный проект по созданию молочно-товарной фирмы на 600 голов и стоимостью порядка 600 миллионов тенге. Нурмухамбет Абдебеков отметил, что стратегия развития сельского хозяйства региона предусматривает ежегодное увеличение объемов производства основных видов животноводческой продукции. А для этого требуются растительные корма собственного производства. Многие хозяйства области, осознав необходимость создания прочной кормовой базы, активно внедряют передовые технологии кормопроизводства, как на багарных, так и на поливных землях. Одним из примеров является ТО «Янбек-95». Здесь ведется большая работа по выращиванию кормовых культур. В частности, вводятся сельскохозяйственный оборот, поливные земли вдоль канала имени Сатпаева. Развитие сельского хозяйства способствует росту продуктов питания в Казахстане. В текущем году на поливных землях выращиваются 200 гектаров люцерны, 100 гектаров сои, 25 гектаров кукурузы и 75 гектаров ячменя. Лариса Хусейнова, Бахтия Распанов, 1-й Караганзинский. Впереди небольшая реклама, оставайтесь с нами. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Алюгал, Галвин, Херкюль. Торговая марка Галвин представляет Эконом-серия профиль Галлтек 53-й серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». Профиль Галвин 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль Галвин 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета профиль Галвин выпускается в шести цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонней, внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Галвин и Галтек не содержат свинца. И на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. К другим новостям. Текущая ситуация в сфере лесного и охотничьего хозяйства, а также меры по обеспечению фидосанитарной безопасности региона, были рассмотрены на совещании, которое прошло сегодня под председательством Акима области Нурмухамбета Абдебекова. На совещании отмечалось, что Карагандинской областной территориальной инспекции лесного и охотничьего хозяйства проводится определенная работа в таких направлениях, как обеспечение рационального пользования ресурсами растительного и животного мира. В минувшем году за последний период 2014 года инспекции проведено 75 проверок соблюдения лесного законодательства. На постоянной основе ведутся работы по расширению сети особо охраняемых природных территорий области, в частности по созданию Государственного национального природного парка Улутау и Улутау-Арганатинского государственного природного заказника республиканского значения. Надо оценить, какую сумму это все выливается. Может быть, придется при этом, в этом случае. Но еще один раз – это ваше председательство, которое необходимо сохранить естественно. В целом, в результате принимаемых мер со стороны уполномоченных органов и благодаря взаимодействию с местными исполнительными органами власти обеспечивается благополучное фитосанитарное состояние области. В то же время Нурмухамбет Абдебеков отметил, что следует активизировать государственный фитосанитарный контроль для обеспечения продовольственной безопасности и благоприятной фитосанитарной обстановки. Для этого необходимо регулировать деятельность предпринимателей, занятых в сфере племенного животноводства. Лариса Хусынова, Шалкар Алтынбеков, Бахтия Роспанов, 1-й Карагандинский. Аким области Нурмухамбет Абдебеков провел рабочее совещание о подготовке к осеннему месячнику по благоустройству, санитарной очистке и озеленению городов и населенных пунктов региона. По итогам совещания Нурмухамбет Абдебеков дал ряд поручений, в том числе привлекать в течение всего месячника и общевластного субботника необходимое количество автотранспорта и погрузочной техники. Все это необходимо для своевременного вывоза мусора. Будут проведены рейды с привлечением сотрудников департамента по защите прав потребителей и органов внутренних дел по выявлению нарушителей с применением штрафных санкций. 27 сентября, ваше внимание, будет проведена общая областная суббота, куда необходимо будет привлечь предприятия учреждений всех форм собственности, высшие среди учебных заведений, необходимо максимально привлечь жителей области через КСК в других журнальных проблемах жилищного холодного суббота. Будут приняты меры по сокращению ликвидации и недопущению образования несанкционированных свалок в городах и районах. Для сохранения чистоты и порядка в том месте, где мы живем, нужно не только проводить субботники, но и следить за собой. Ведь намного приятнее жить и отдыхать в чистом городе. Лариса Хусейнова, Эйден Шакан, Бахтия Распанов, 1-й Карагандинский. 30 молодых художников приняли участие в конкурсе «Граффити», который организовало товарищество с ограниченной ответственностью Караганды-Жарык. Это и поддержка творческой молодежи, и вклад в улучшение градостроительства. Ежегодный конкурс «Граффити. Энергия. Лето» стал четвертым в истории проведения художественного состязания. С каждым годом он привлекает все больше участников. Юбилею Караганды посвятили свои работы 30 молодых художников. Жюри уже определило победителей. Участники конкурса направили такое уличное искусство в правильное русло, и я думаю, что нашу шахтерскую столицу позволили засиять, наверное, новыми яркими красками. Граффити, нарисованное на специально отведенных местах, позволило не только выразить талант нашей молодежи, но и самое важное – внести свой вклад в благоустройство нашего города. В своих композициях Караганду прославляли и алматинцы. Танай Фержан и Аккали Закиров заняли второе место. Третьей стала Диана Джасымбекова. Первое место занял Александр Левицкий. Гран-при завоевал Айдар Монайбасов. Всем желаю хорошего настроения, вне зависимости от мест. Я думаю, все пришли за позитивом, но это вы и получили мы. Участвуйте дальше, проводите конкурсы. Компания Караганды Жарык динамично развивается, но при этом не забывает о красоте родного города. Всем, кто не занял призовые места, я призываю не огорчаться, потому что это не последний конкурс. Будут конкурсы, стремитесь выше, дерзайте, вперед. Каждым годом вы покажете все лучше и лучше мастерству. В этом году по инициативе генерального директора компании Караганды Жарык Нуржана Иманова специальный приз от его имени получил Адам Юсаев. Также денежный приз помимо номинаций получила Анастасия Таранова. Все участники конкурса были номинированы и получили памятные подарки в виде планшетов и плееров. Сергей Визакосов, Шалкар Алтенбеков, Бахтия Роспанов, 1-й Карагандинский. Карагандинский городской акимат поздравил образцовые семьи нашего города с замечательным праздником – Днем Семьи. В этот день состоялся завершающий этап городского конкурса Олсболашага Лага Тотпаса. Самое главное, что в этом доме всегда обсорила доброта, любовь, благополучность. Семья в нашем обществе всегда была и остается связующим звеном между разными поколениями, хранительницей духовных и культурных традиций. Семейные ценности для Иванюшка Валерия Семеновича имеют большое значение. Все члены его семьи активно занимаются спортом. Супруга – чемпионка Казахстана по легкой атлетике. Сам он более 40 лет готовит спортсменов для больших соревнований. Достижение Валерия Иванюшка – достойный пример для подражания для всех членов семьи. Я сам многоборец, десятиборец, а супруга и сын – они метатели. Сын – кандидат в мастер спорта, рекордсмен по юниорам, метание диско. Его рекорд, правда, сейчас уже побили, но был рекорд 54 метра 75 сантиметров. Празднование Дня Семьи проходило в зале Дворца Горняков. Здесь были подведены итоги городского конкурса «Олтбола Шага Лага Тот Пасе», который проходил в городе в течение месяца. Напомним, конкурс среди карагандинских семей проходили в два этапа. Участники показывали свое мастерство по разным направлениям. И вот сегодня собрались 11 семей, которые прошли отборочный тур. Всего заявлено было 24 семей. Из них будет три первых, три вторых и три третьих места, согласно трем номинациям. Конкурсанты боролись в номинациях «Молодой», «Серебряной» и «Золотой» семьи. Владимир Тисленко и его семья сегодня оказались на втором месте. Отец – пианист, мама тоже играет на фортепиано, и дети тоже влюблены в музыку. Мы стали свидетелями того, какой семьи ведут образ жизни, как они относятся к воспитанию, как они относятся к творчеству. Здесь очень многообразные семьи, разные. День семьи способствует укреплению нравственности, духовности, безусловному признанию в нашем обществе важности ответственного супружества. Ведь культивирование семейных ценностей – это одна из первостепенных задач нашего государства. На стадионе «Шахтер» состоялся спортивный праздник «Мейнынг Спорто-Отпаса», посвященный Дню Семьи с участием семейных команд. Соревнования проводились с целью повышения статуса семьи, укрепления и развития семейных ценностей, пропаганды здорового образа жизни и проведения совместного семейного досуга. Праздник организовали отдел физической культуры и спорта города Караганды совместно со стадионом «Шахтер». Кто принимает участие в этих стартах, получит большой заряд здоровья, веселья, радости. Я думаю, что те родители, которые здесь и сейчас участвуют, они своих детей будут записывать к нам в спортивные школы, наши дворовые клубы. Так что мы всех приглашаем. В соревнованиях приняли участие 11 семейных команд из трех человек – папа, мама и ребенок. Команды соревновались в эстафетах с мячом и скакалкой, прыжках в дину, поднятие гири и многое другое. Команду победителя награждает кубками дипломов, призеров – дипломами с соответствующей степенью, а команд участников – памятными призами. Участники соревнований и болельщики зарядились веселым настроением и позитивной энергией. Викзат Аликайдаров, Кайрат Рашитов, Бахтяр Аспанов, Первый Карагандинский. Оказывается, русский драматический театр имени Станиславского старше нашего города. В выходные состоялось открытие 84-го театрального сезона показом комедии Карла Гальдони «Трактирщица». Открытие 84-го театрального сезона началось с комедии великого итальянского драматурга Карла Гальдони «Трактирщица». Спектакль поставил художественный руководитель и главный режиссер театра заслуженный деятель Республики Казахстан профессор Юрий Ханинг Бекназар. В новом сезоне театр планирует показать спектакль по прозе Шукшина, о Карлаге, о великой победе в Отечественной войне и, конечно же, детские постановки и комедии. Викзат Аликайдаров, Шалкар Алтымбеков, Бахтия Распанов, Первый Карагандинский. Минувшие выходные прошел второй сезон по бесснежным видам издового спорта. В Драйленде приняли участие 20 спортсменов с собаками. Участникам соревнований были вручены дипломы, памятные знаки, а их питомцам маленькие подарки. Ольга, владелица собаки Вита, породы Аляскинский маламут, не в первый раз участвует в таких соревнованиях. Как оказалось, двухлетняя Вита уже побывала на пьедестале в городах Астана и Усть-Каменогорск. К слову, заядлые собаководы стараются не пропускать спортивных мероприятий. В большинстве своем, как правило, это именно дух соревновательный, именно встреча с друзьями, вот это общение непосредственно не только нас, людей, но и собак между собой. Это очень важно для нас. Всего в соревнованиях приняли участие около 20 спортсменов с собаками разных пород. На этот раз Драйленд прошел в двух дисциплинах каникросс и байкджоринг. Требования к участникам были простыми. Каждому из спортсменов нужно было пройти дистанцию в 100 и 200 метров. Как обычно, к состязаниям допускались собаки, которые прошли ветеринарный контроль. Буксировала велосипедиста и тянула на 1000 метров. И каникросс. Каникросс – это бег с собакой, которая должна постоянно лидировать, тянуть человека спереди за пояс. 100 метров, 200 метров. Обычно делается больше, но мы сделали спринт короткий. Это любительские соревнования, поэтому некоторые дисциплины мы чуть-чуть упростили, потому что не у всех есть снаряжение. Все участники показали очень хорошие результаты и уложились в требуемые нормативы. Участникам соревнований были вручены кубки и сертификаты, а их питомцам – маленькие, но приятные подарки. В завершении выпуска еще об одном – боевая ничья «Шахтера» в игре с Актубе. Андрей Финончика забивает гол на дополнительном времени и спасает команду от поражения. Об этом наш спортивный сюжет. В 25-м туре Казахстанской премьер-лиги по футболу «Шахтер» и Актубе сыграли в ничью 1-1. Матч получился очень напряженным и нервным. «Шахтер» больше атаковал в первом тайме. Довольно остро, но Андрей Сидельников был на месте. У «Актюбинцев» многое не получалось в атаке, тем не менее, ему удалось нередко тревожить Александра Мокина. В концовке второго тайма «Шахтер» остался в меньшинстве удаления Михрита Топчагича. И Актюбинцам удалось повести в счете. Благодаря точному удару Майрата Хайрулина казалось, что для «Шахтера» проигрыш неминуем. Но вышедший на замену Андрея Финончика сравнял счет на дополнительной минуте. «Шахтер» сохранил за собой право побороться за медали. Основная задача наших футболистов – попасть в призеры, постараться выровнять ситуацию в Кубке, и вырваться в финал. Бигзат Аликайдаров, Айдын Жакан, Бахтя Распанов, Первый Карагандинский. Это все, о чем мы хотели вам рассказать. Спасибо, что были с нами. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова